Дорогие братцы и сестрички, приветствую вас на портале xg.ru И вопрос у нас следующий. Вопрос грустный. Почему умирают маленькие дети, при этом насильники и маньяки могут дожить до старости? Хочется в ответ спросить, а вот если бы насильники и маньяки умерли бы в маленьком возрасте, когда мы еще не знаем, что это насильники и маньяки, вы бы тоже радовались тому, что они умерли? Или все-таки дали им возможность жить дальше? Представьте себе, что есть какой-нибудь маленький мальчик, и вам Господь Бог вдруг открывает, что с вероятностью 80% он вырастет насильником. Согласны ли вы будете в этот момент убить этого ребенка? Ну, конечно, нет. Мне кажется, что в случае с насильниками, маньяками, да и в случае смерти маленьких детей, мы себя как-то вот в сторону уводим. Ведь насильника кто-то воспитал, маньяка тоже, скорее всего, кто-то обижал в детстве. Мы не хотим нести ответственность за свои поступки. Дети, умирающие от болезней, умирают от тех болезней, которые зачастую мы спровоцировали. Мы не следим за экологией. Нам это кажется каким-то дальним светом, как будто нас это не касается. Мы не хотим нести ответ за свои поступки, а чаще всего все скорби, в том числе и большие, переклады на Господа Бога. Поэтому почему умирают маленькие дети, я не знаю. В каждом конкретном случае только, наверное, сами родители могут найти ответ. Я понимаю, что это очень большая скорбь. И каждому человеку, который с этой скорбью столкнулся, я желаю помощи Божией. И, как писал апостол, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Если вы верите Господу Богу, верите в жизнь вечную, то помните, что за страдания, в которых вы не виноваты, идет большая награда. Но в страданиях, в которых мы виноваты, все-таки нужно признавать свою вину, просить Бога прощения и получать утешение от прощения. Так что не надо перекладывать ответственность себя на Бога. Господь не желает нам зла, Господь желает нам только блага. Но чаще всего и дети маленькие умирают, и насильники появляются с маньяками по вине нашей, по человеческой. Посмотрите, как мы, люди, уродуем мир. Животные от нас страдают, природа от нас страдает, дети от нас страдают. Зачем же потом говорить, что Бог в этом виноват? По поводу страданий детей я такой небольшой по скриптам сделаю. Посмотрите на тех детей, которые не умирают в детстве. Сколько в большинстве семьи, сколько они терпят скорбей от самых близких людей, от своих родителей, которые на них кричат, орут, бьют, отказываются от них, не хотят воспитывать и так далее. Поэтому, дорогие братья и сестры, надо, конечно, молиться Господу Богу, чтобы Он избавил нас от напасти, от такого страшного испытания, как смерть детей, даже если мы этого заслуживаем, или в этом как-то виноваты, или это как-то провоцируем. Конечно, нужно молиться, чтобы Господь нас от этого избавил. Но не будем перекладывать вину себя на Бога. Помоги Господи.